Это искусство не терпит импровизации, но всё равно кажется неуловимым и сиюминутным. Как песок сквозь пальцы перетекают одна в другую картины на стекле, помянусь фантазии автора и отражаю его мысль, подчёркнутую музыкальной темой. Белая пеноса под моим окном, Ты накрыла снегом точно синий бровь. Автор анимации Анна впервые взяла в руки сыпучий материал два года назад. Песок покорился девушке не сразу. Когда первый раз начала рисовать, не получалось вообще ничего. В принципе, как-то что-то получалось, но это не хватало для того, чтобы где-то, то есть, можно было выступить. И стало получаться где-то, наверное, месяца через полтора только что-то конкретное. Чтобы достичь результатов, девушка тренировалась по 4-5 часов в день. На подготовку одного номера уходит от пяти дней до недели. Песок — это рисование, это пальцы, то есть, это моторика пальцев развивается. То есть, всё равно техника для этого нужна быть, тренировки постоянные. То есть, если долго не рисуешь, всё равно уже пальцы отвыкают от рисования. Поэтому постоянные тренировки нужны в совершенствовании. Художественное образование приветствуется. Но для новичков достаточно и простых навыков рисования. Начинать лучше с изображения отдельных предметов, например, дерево. Понравилось. На самом деле, кажется, всё гораздо легче. Когда сама попробовала, всё оказалось намного сложнее и интересно очень. Хотелось бы этим заниматься и самой, и потом, и с ребёнком в дальнейшем. У меня нет художественного образования, поэтому я попытаюсь выполнить одно из самых простых изображений двух лебедей. Для этого нужно поставить рядом два кулака и сделать что-то вроде сердечка. Потом нарисовать крылья, голову и два клюва. И добавить немножечко глазки. Ну вот, конечно, не идеально, но я думаю, несколько тренировок и будет уже лучше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.